всех рад приветствовать на канале охота актив и сегодня у нас интересный выпуск сравниваем два калибра но перед тем как мы начнем обязательно подпишитесь на наш канал оставляйте свои комментарии и будьте в курсе всего что происходит на этом канале и не только здесь стоит 2 вроде бы совсем одинаковая карабина модель 1 завод производитель 1 но калибра этих карабинов совершенно разные и сегодня речь пойдет о двух калибрах 22 лр и 22 в мр сегодня мы их сравним у нас так получилось что подобрали абсолютно идентичное оружие по длине ствола по количеству нарезов но только калибра разные ну давайте вкратце скажем что такое 22 лр а что такое 22 в мр 22 лр это 22 long rifle или калибр 5 и 6 который был разработан в 1887 году и остается самым древним и самым востребованным среди калибров с кольцевым воспламенением 22 в мр это калибр который был разработан в 1959 году и представил на международной выставке оружейной где этот калибр понравился и его до сих пор производят и он востребован и самое интересное что это единственный калибр который был до доведен до серийного производства в двадцатом веке вот так вот все остальные кольцевого воспламенения калибры были разработаны и пущены в производство еще в веке 19 чем разница вообще если брать их свойства а именно гильзы размер пулей и тому подобное разница есть небольшая но не по пулям по пулям они все примерно одинаковые диаметр 5 и 6 а вот гильзы разительно отличаются длина гильзы 22 лр это пятна целых и шесть десятых миллиметра длина гильзы 22 мы в мр 26 и 7 десятых миллиметра вот такая длинная гильза и в чем здесь разница по заряду разница по заряду отличается в полтора раза ну и соответственно скорости данных боеприпасов также разнятся что будем сравнивать вообще взяли два боеприпаса один это 22 лр это компания патрон производит кс пз а именно 410 экспансивная со скоростью 410 метров в секунду из доступных это самая большая скорость в калибре 22 лр и чтобы ему противостоять высокоскоростного 22 мр мы взяли вот такую пулю 410 и ну и 22 в мр 22 в мр фирма винчестер вес пули одинаковый 2 и 6 грамма что 22 лр что 22 в мр и сейчас будем тестировать а какие тесты мы подготовили обязательно постреляем на 50 метров посмотрим какая какую кучность собирают эти калибры обязательно постреляем на 100 метров и на 150 метров мы также произведем выстрел и посмотрим насколько идет осаждение траектории относительно линии прицеливания этих двух калибров проверим обязательно экспансивность этих пуль потому что 22 в мр у нас идет пуля экспансивная и оболочечная еще вдобавок а 22 она у нас также экспансивные но не оболочечная проверим на нашей баллистической замазки как у нас будет проявляться это экспансивности эта оболочка на 22 в мр как себя покажет и попробуем такой эксперимент можно ли вообще из оружия под 22 в мр выстрелить патроном 22 лр если такое случилось на охоте и вы например забыли боеприпасы 22 в мр а 22 лр есть практически у каждого охотника ну это я так думаю а если у вас 22 лр или 22 в мр обязательно напишите в комментариях а мы начинаем наши тесты пойдемте для начала мы возьмем 22 лр 22 лр и произведем три выстрела на 50 метров патроны охотник 410 и они отличаются своей скоростью этот патрон специально был сделан не для соревнований а именно для охотников чтобы максимально пуля была эффективна этого калибра ну вот она сейчас у нас и будет сразу соревноваться с 22 в мр сначала проверяем все таки на кучность так делаем три выстрела да у меня получился один отрыв довольно таки серьезный ну давайте еще два выстрела произведем чтобы у нас хотя бы какая-то кучность была скорость увеличили но потеряли немножко кучности так все стрелялись проверяем карабин все чисто нравится мне 22 лр минимальная отдача комфортная стрельба можно тренироваться хоть целый день и плечо не будет болеть а навык он оттачивается все равно даже с таким калибром так теперь у нас 22 в мр я вам сейчас даже покажу в сравнении как выглядят эти два патрона рядом вот так вот вот так выглядят эти два патрона но почему мы их сравниваем потому что оба патрона подходят для охоты на боровую дичь вот а за вами только остается выбор какой из них взять да дальше уже спасибо посерьезнее если можно так сказать винтовка еле дергается ну а дальше чувствуется разница между 22 лр есть 22 в мр винчестер magnum rain fire а снаряжать удобней чем 20 лр так стреляем теперь на 100 метров и смотрим чем у нас разница между этими двумя калибрами так 22 в мр так 22 лр почему он называется кольцевого воспламенения потому что для инициирования заряда необходимо прищемить любой из края ранта когда патрон стоит становится в патронник здесь образуется металлическая площадка а ударник просто прищемляет любой из краев и происходит инициирование 22 лр стрельба на 100 метров все стрельбу закончили а теперь за результатами у нас получилось вот такая хорошая кучность давайте ее измерим она в районе двух с двух с половиной сантиметров все довольно таки плотненько хорошая кучность а теперь посмотрим кучность калибра 22 лр на сверх предельной скорости для него почему я это сказал потому что у нас кучность не очень хорошая у нас она получилась 65 миллиметров я считаю мое мнение почему у нас такая кучность получилась потому что все таки для 22 лр это уже скорость здесь получилась такая по результатам золотая середина безоболочечной свинцовой пули вот когда у вас максимальная скорость и приемлемая кучность ну а теперь на 100 метров наш точный инструмент показывает нам следующий результат что траектория осаживание траектории или изменение траектории полета пули с 50 метров на 100 метров у нас упала у 22 в мр на 6 сантиметров в общем мы целились на 50 метров в центр а здесь у нас опустилась на 100 метров на 6 сантиметров какая у нас картину 22 лр здесь есть небольшой отрыв мы возьмем среднее его производимое в общем средняя дистанцию между пробоинами и у нас здесь получилось 10 сантиметров падение траектории ну а теперь предлагаю запомнить эти результаты и передвинуться на 150 метров и там уже произвести отстрел по этим же мишеням и посмотреть насколько у нас траектории изменится уже на 150 метров мы на рубеже 150 метров и сейчас отсюда с этой дистанции произведем по три выстрела из каждого калибра сначала возьмем 22 лр выстрелили мы посмотрим насколько у нас упал траектории на этой дистанции и насколько он подходит вообще для стрельбы на этой дистанции если не брать в учет энергетику боеприпаса но она конечно важна но мы о ней поговорим чуть попозже отлично отстреляли 22 лр теперь у нас 22 в мр то есть честно я всерьез задумываюсь о приобретении калибра 22 в мр стоит ли его приобретать подумаем и поразмышляем в конце этой серии постреляли проверили а теперь результаты так какие результаты мы получили по 22 мр при отстреле на 150 метров отклонение от прицельной линии составила в районе 329 сантиметров 29 сантиметров у нас опустилась траектория на дистанции 150 метров это значение я считаю приемлемо потому что с таким зная такое значение можно легко прогнозировать куда у вас полетит пуля взять некую поправку и вы уверенно попадете в цель следующее 410 и калибр 22 лр у нас провисание по траектории составила 50 в районе 56 сантиметров это уже значение довольно таки большое и под него подстроиться тяжеловато тем более в реалиях охоты когда вы стреляете не в комфортных условиях а все таки в лесу и попадание с такого калибра на таком дистанции я считаю это уже большая случайность или огромнейший опыт стрельбы вот так что 22 в мр как бы это и звучало логично из-за его скорости он на дальней дистанции подходит все таки получше чем 22 лр давайте сейчас приступим к следующим испытаниям а именно проверим экспансивность той или иной пули и что делает скорость с пулей 22 в мр пойдемте винтовка cz 512 полуавтоматическая малокалиберная под малоимпульсный патрон 22 лр и 22 в мр чешское производство хорошая винтовка надежная главное работает на всех боеприпасах но сейчас мы собрались не для того чтобы обсудить эту винтовку а пострелять по нашим мишеням и сегодня у нас в виде мишеней баллистическая замазка и наши кастронские цыпочки наши курочки наши цыпы курочки вот которые уже подготовлены и ждут проверим на этих мишенях экспансивность пули как 22 лр себя поведет и как поведет себя 22 в мр ну сначала начнем наверное с 22 лр так баллистическая замазка попали теперь по нашей курочке в кольцу попали тоже проверяем карабин пусто и берем 22 в мр так и теперь по нашей курочке я не попал четко курицы по ноге из 22 в мр вот мы сейчас посмотрим результаты если что перестреляем если пулю полностью себя не показал так что у нас получилось по баллистическому пластилину давайте сначала посмотрим 22 лр пуль экспансивная 410 что мы получили у нас пробитие двух блоков только есть вот пулька у нас выглядит следующим образом она зашла во второй блок и оставила за собой сантиметровый радиус в первом блоке хорошо раскрылась и видим что вот она у нас так выглядит давайте теперь посмотрим что у нас 22 в мр оставил 22 в мр оставил большую пульсирующую полость чтобы сравнить я вам сейчас покажу вот это 22 в мр у меня в правой руке вот этот в правой руке у меня 22 лр а это в мр вот смотрите какая разница значит второй блок у нас также пуля прошла но уже не с такой экспансивностью она больше его прошила и осталась в третьем блоке вот такая вот слегка дефрагментированная развалившаяся но все таки узнаваемая что это что то было в виде пули так что у нас с курочками нашими с сыпочками какие у нас пробоины здесь наблюдаются у нас ножку прошла она раскрылась и вот здесь вышло хороший раневой канал вот палец спокойно пролезает вот можно сказать дичь добыта здесь аккуратное входное отверстие с правой стороны аккуратное входное отверстие и выходное у нас уже чуть побольше хорошо раскрытое с перебитой костью это так сработал 22 лр 22 в мр если мы сейчас что то тут не найдем ой все понятно в принципе вот смотрите в самом начале у него входное отверстие большое я бы сказал огромное сразу такая зияющая полость вот и выходное соизмеримо с входным излишних каких-то разрывов я не вижу так что у вас от вашей добычи останется все самое вкусное и съедобное так что вы сможете его приготовить и не надо будет половину выкидывать 22 в мр тоже 5 баллов за этот конкурс так что хочется сказать по этим двум патронам 22 long rifle и 22 винчестер magnum ram fire оба патрона хорошие оба патрона работают 22 лр 22 в мр малоимпульсные патроны они подойдут и для охоты и для тренировок то какая все таки здесь особенность среди них если вы например хотите охотиться метров уже за 150 до 200 то лучше конечно приобрести 22 в мр если у вас вся охота протекает на дистанции до 150 до 120 метров то конечно 22 лр также будет эффективен на этой дистанции по птице эти два патрона работают замечательно и многолетний опыт охотников и предыдущих говорит нам об этом что 22 лр у нас все таки малоимпульсный больше распространен в наших регионах его найти можно сказать можно у каждого охотника у охотника профессионалы и также любителя которые получают только свои еще нарезные лицензии патрон помогает научиться хорошо стрелять 22 в мр он все таки такой редкий зверь на наших рынках но патрон весьма эффективен и весьма приятно с него стрелять как 22 лр отдачи почти нету чуть чуть пошумнее но такой есть нюанс что у 22 в мр в линейке я не встречал до звуковых патронов а у 22 лр такие патроны присутствуют в различных линейках оба патрона показали себя очень хорошо так что патроном быть охотится стояться ну а кому интересно сейчас мы еще сделаем небольшой эксперимент для любителей поэкспериментировать мы сейчас попробуем из карабина 22 в мр выстрелить патроном 22 лр всю ответственность я беру на себя смысл эксперимента в том что мы сейчас попробуем из ствола 22 в мр выстрелить 22 лр ну патрон мало импульсный так что такие эксперименты в принципе допустимы но есть вероятность что у нас раздует гильзу и не будет экстрагироваться ну не знаю давайте посмотрим что у нас будет с этим так патрон зашел затвор закрылся ну и попробуем из этого всего собрать какую-то либо кучность вообще возможно будет попасть или невозможно так я готов стрелять ничего себе гильза экстрагировалась ну давайте сделаем три выстрела и посмотрим какая у нас будет кучность потому что есть вероятность из-за свободного патронника все таки у нас будет немножко гулять и кучность пули попадают по щиту но такое чувство как будто как дротики туда в щит втыкаются настолько маленькая низкая скорость у боеприпаса ну а теперь посмотрим результаты произошло следующее мы стреляли на 50 метров из карабина который предназначен под патрон 22 в мр гильзы патроном 22 лр никаких пробоин у нас здесь не нашлось у гильзы 22 в мр диаметр больше чем у 22 в мр при выстреле что происходило пороховые газы частично уходили через гильзу назад на затвор и соответственно очень слабо толкали пулю причем после выстрела я слышал как пулю ударялась грубо говоря об щит как выпустили какой-то дротик вот какую-то стрелу такой глухой звук но слышно было что не было пробития о чем значит хочется сказать после этого эксперимента что стрелять 22 лр из патроника 22 в мр не надо никакой эффективности ничего этого мне даст а так сегодня мы рассмотрели два интересных калибра на мой взгляд если вам понравился тест и обзор обязательно напишите об этом в комментарии и подписывайтесь участвуйте с нами в наших экспериментах смотрите советуйте нам мы прислушиваемся к каждому мнению и будем из этого составлять наши подробные выпуски еще хочу вас поблагодарить за внимание смотрите наши каналы и спасибо за уделенные вами время любите ваше оружие и она вас никогда не подведет